С 19 столетия этот тихий и уютный населенный пункт находится на перекрестке важных транспортных путей. В свое время Московско-Брестская железная дорога прошла через Жабинку. Именно в то время она превратилась из небольшой деревушки в районный центр, где сегодня проживают более 14 тысяч человек. По одной из версий название города связано с рекой Жабинка, другие уверяют, что с растением жабник. Третьи же полагают, что это поселение так нарекли из-за болотистой местности, где обитало огромное количество жаб. Что ж, добро пожаловать в Квакенбург, так местные в шутку называют родной город. Также свой след в истории Жабинки оставили и миллиораторы. К примеру, работники передвижной механизированной колонны номер 19 более полувека занимаются миллиорацией земель, благоустройством и строительством. Предприятие в числе самых успешных в своей отрасли в Брестском регионе. Казалось бы, все о развитии миллиорации на этих землях знает Петр Войновский. Жабинка однажды стала его второй родиной. Мы приехали в ваш город, а земноводных так и не встретили. Хотя, казалось бы, Жабинка, здесь должно быть очень много жаб, соответственно, где они? Ну, жабы, жабы они есть. Мы приехали просто в зимний период. А проезжайте в летний период, осенний. Здесь сегодня можно услышать. И есть такие заболочные места в Жабинковском районе. Уроженец Пинского района приехал в эти края и задержался на пять десятилетий. Местные сейчас негласно считают его хранителем музейных фондов ПМК-19. Главной целью создания комплекса – это сохранить память о том времени, когда целое поколение людей занималось отвоевыванием природы заболоченных земель, обустраивая их и делая их пригодными для сельскохозяйственного использования. И вторая, не менее важная задача – это воспитание нового поколения мелиораторов на основе тех славных традиций. Проследить эволюцию мелиорации на Полесье можно, побывав в уникальном музее под открытым небом. Его экспонаты – тракторы, бульдозеры, краны и экскаваторы. Раритетные машины привезли сюда из разных уголков Брещины. Эта техника могла бы превратиться в металлолома, обрела статус коллекционной. Ну, взять хотя бы этот трактор 62-го года выпуска. Говорят, по-прежнему в рабочем состоянии. Государственный знак качества – СССР. Петр Владимирович за всеми экспонатами присматривает и с удовольствием встречает туристов. Мужчина считает – на заслуженный отдых уходить рано, много дел впереди. Если вы мечтаете о сладкой жизни, то вам однозначно нужно ехать в Жабинку. Здесь на градообразующем предприятии, которое в этом году отмечает 60-летний юбилей, производят сахар. Жабинковский завод занимает четверть белорусского рынка. С начала года здесь переработали 750 тысяч тонн сахарной свеклы и изготовили 102 тысячи тонн белого сахара. Примерно 50% продукции экспортируют. Есть спрос в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Список можно продолжать долго. На сегодня заготовлено 1,2 млн тонн сахарной свеклы и еще 50 тысяч нам заготавливать сахарной свеклы. Она хранится в полях. Мы думаем, что переработку закончим мы примерно к 3-5 января. В этом году нас сельское хозяйство порадовало. Урожайность средняя выше, чем в прошлом году. Ну, немножко сахар не добирает, но это связано, конечно, с погодными условиями. А вот климат в Каликсеве по душе всем работникам предприятия. Виталий Каракозов – представитель трудовой династии. На местном сахарном заводе всю жизнь трудились его родители. Сейчас работают сестра, дочь и зять. Виталий Владимирович на предприятие пришел в 1996-м. Начинал свой путь с должности помощника начальника смены. А сейчас руководит участком готовой продукции. По молодости я не думал, что я буду работать на нашем заводе. Поэтому поступал в строительный институт, отучился на инженера-строителя. Но все-таки корни перетянули меня на наше предприятие. И всю жизнь я здесь. Жабинка у нас довольно-таки небольшой, компактный городок. Прекрасная логистика, природа у нас здесь хорошая. Своё водохранилище рядом. Люди хорошие, добрые, дружные. Также сахарный завод – пионер промышленного туризма в Жабинке. В тестовом режиме сюда уже приглашали гостей. Водить экскурсионные группы на постоянной основе планируют начать в следующем сезоне. К слову, производственный процесс не останавливается ни на минуту. Завод работает 24 на 7. Не покладая рук, трудятся и работники фермерского хозяйства по производству соков в деревне Федьковичи. И много лет руководит выходец из крестьянской семьи Виктор Яковчук. Однажды он сменил кресло банкира на цветущий сад и ни разу не пожалел. Говорит, сделал выбор в пользу малой родины. В этом году заложил в Государственный стабилизационный фонд 1700 тонн яблок. Одним из первых на территории Брестской области в далеких 90-х стал выращивать голубику. Растут на его земельном участке также малина, клубника и черноплодная рябина. Мы моем яблоки, сушим и их фасуем. Рады поставлять нашу продукцию в сети Республики Беларусь. Ну, если будут излишки, поставим Российскую Федерацию. Сколько яблок нужно, ну, скажем, для изготовления 10 литров сока? Ну, это зависит от того, какой сорт яблок. Ну, в среднем от 15 до 20 килограмм яблок. У нас есть своя технология, которую мы пока держим в каком-то определенном секрете. Этим занимается технолог в основном. Валентина Владимировна, сколько всего видов сока производите? Разработано у нас 18 рецептур. Я рада, что смогла применить свой опыт уже в течение 10 лет, с 2014 года. Разве можно не полюбить вот такое хозяйство, где столько человек трудится, чтобы наши трудящиеся, наши люди могли получить и яблоко, и вот такой сок прямого отжима, такой хорошей упаковки, такого качества. Виктор Иванович строгий руководитель? Да, строгий, но справедливый. Штат работников около 50 человек. Виктор Иванович относится к ним как к членам семьи. Построил 10 коттеджей с господдержкой. Счастливыми обладателями ключей от жилья стала и семья Бедюра. Валерия и Светлана приехали в Беларусь в 2011. Все, границу я влюбился в Беларусь. Мне здесь понравилось то, что порядок везде. Дали сразу нам жилье, которое очень красивый домик, благоустроенный, зарплата достойная. Живем, трудимся, с радостью идем на работу, возвращаемся домой, в семью, к детям. Жабенковский район самый маленький в Беларуси. Площадь его территории составляет 684 квадратных километра. Тем не менее, перспективы у города-спутника космические. В городе наращивают объемы жилищного строительства, предоставляют людям рабочие места и делают все, чтобы жители Жабенки могли с уверенностью сказать, что этот живописный край – комфортное место для жизни. В главном эфире Катерина Стрихай, Сергей Матвичук и Максим Львов.